А вы знали, что родина имбиря – Южная Азия? Но выращивать его научились и в других странах, например, в Китае. А на Руси этот заморский корень часто присутствовал на боярских застольях. Но чем он поможет сейчас, когда весь мир лихорадит от коронавируса? Имбирь и раньше нельзя было назвать дешевым продуктом. Но с появлением коронавируса и слухов корень стал почти на вес золота. Мнения насчет его полезности у пользователей соцсетей разделились. Не те запасы делали. Надо было лимоны и имбирь закупать. Ребят, я всегда пила на работе чай зеленый с лимоном и корнем имбиря. Теперь имбирь закончился у меня. Купить цена – вот в чем вопрос. Не ищите злого умысла. Просто так совпало. Урожай имбиря и лимона не удался в 2020-м и именно в разгар эпидемии. Спрос на этот продукт был и до пандемии. К примеру, иностранцам использовать имбирь в кулинарии совсем не в новинку. Наташа – студентка из Зимбабве. Любит имбирный чай. Многие заваривают этот корень и пьют его как чай. Он содержит имбирное масло, которое часто употребляется в медицине. Имбирь очень полезен для пищеварения. Я сама его употребляю. Использовать в кулинарии можно. Лечиться от коронавируса бесполезно, говорят врачи. Имбирь, как многие растения, как многие плоды, обладает фитонцидным действием. Но фитонцидное действие может убить бактерию. Бактерия, которая находится на поверхности чего-то. Вирус является внутриклеточным микроорганизмом. Для того, чтобы убить вирус, нужно убить нашу собственную клетку. Поэтому никакое внешнее вещество внутри нас не убьет вирус, кроме наших собственных антител. Полезные элементы в составе восточного корня есть, но злоупотреблять имбирем врачи не рекомендуют. И тем более использовать его в качестве профилактики коронавируса.